Мы горячо приветствуем всех на 28 выпуске Best Replays. С вами GoodGame.ru. Олег Боневур Денисов и много-много хороших, добрых людей, которые делают для вас этот продукт. И прежде чем мы перейдем непосредственно к выступлению киберспортсменов, разрешите отблагодарить всех, кто поддержал этот выпуск. А именно, Амир Тантаков 27 рублей перевел в честь 27 выпуска. Бончо Дрениноков. Ребята, давайте поддержим рубрику. С каждого по 27 рублей несложно. О команде Best Replays приятно. Локтор Агар абсолютно с тобой согласен. Евгений Емельянов 100 рублей перевел. Интересные выпуски. Продолжайте в том же духе. Есть продолжать в том же духе. Суперкот Полицейский соточку отправил. Нормас. Ну, что, Полицейский у нас зарабатывать неплохо. Даже коты, как видим. Песоков 200 рублей. Внимательность, уровень Анг. Спасибо за отличные комментарии. Спасибо, я стараюсь. Ой-ой-ой. Но ничего не меняем. Сикс Аксис 200 рублей. Я буду охранять эти земли. За 200 рублей у вас есть возможность охранять эти земли. Бесконечно. Сикс Аксис. Спасибо большое. И еще немного от Амыра Тантакова. Я пропустил анонс 27 выпуска. Надеюсь, на 28 я не опоздал. 28 рублей перевел. Естественно, а какую еще сумму можно было бы предположить. Азиату вперед и голосом Блэйд Мастера. А какой голос у Блэйд Мастера? Ну, наверное, такой. Гоблин, птица гордая. Пока не пнешь, не полетит. Я надеюсь, я выиграл в конкурсе пародий. В любом случае, ребята, всем вам, перечислившим средства на поддержку рубрики, огромное спасибо. Благодаря вам, выпуски выходят в два раза чаще. А теперь к просмотру. Итак, у нас в 28 выпуске матчап Хумана против эльфа. На карте, которую все мы прекрасно помним, это новая карта, турнирная. Но название ее вылетело у меня решительно из головы. Не думаю, что эта суть важна. Инфи выбрал эльфийскую расу, потому что, как и ТХО, не любит мироры. Почему можно не любить хуманские мироры? Ну, во-первых, из-за определенного однообразия в стратегиях. Во-вторых, даже, может, скорее, из-за постоянного неудобного, некомфортного размена по харассу экономик. То есть, очень часто в хуманских мирорах ставят по две, а то и по три магических вышки, потому что начинаются бесконечные залеты на дирижабле с третьим архимагом и футменами и взаимное убийство рабов. То есть, контролить приходится всегда в двух местах. Там, убивать вражеских рабов на базе и сейвить своих, это очень неудобно. Ну, в общем, кому-то, может, не нравится такой стиль игры. Они имеют на это право. И вот один из таких хуманов – это Инфи. Играет он против GW Хумана, который, видимо, скорее известен на азиатской просцене. Я думаю, что это какая-то турнирная игра. И, собственно говоря, по количеству судей это уже становится понятным и обсерверов, что точно не ладырок. Ну и посмотрим, как Инфи шпилит за эльфов. Я думаю, что он мастак и за эту расу, как и Тихо. Маунтан Кинг первым героем пошел футмен на разведку. И, судя по всему, хуман собирается начать с оранжевой точки. Эльф тоже будет пауэр крепиться с бараком, поэтому никакого харасса ему не грозит. Все-таки бежать здесь далековато на харасс. Поэтому профитнее самому закрепить довольно толстую точку, выбить девайс и уже потом решать, как действовать. Здесь Варя, Варденочка от Инфи. Вариативность здесь довольно простая. Либо Варденка, либо ДХ. Кстати, поздравляю всех с патчем 1.29. Надеюсь, что этот патч и тот баланс, который изменен Близзардами, принесет нам немало новых сочных поединков и интересных стратегий. Хотя изменений не так уж много. По крайней мере, из того, что мы знаем, Близзард вообще не коснулись никак юнитов. Они изменили только героев. И некоторые изменения были довольно сомнительными. Я тут согласен с мнением Граби, который сетовал на то, что пофиксили Блайда, но при этом никак не тронули Демон Хантера и практически уничтожили орком матчап против эльфа. Есть и другие перегибы. Ну, посмотрим, как это будет отражаться в ладерной практике. Поживем и видим. И тем временем GW собирается ставить поздний экспант через три фермы. Вот увидел Арчу. Можно ее убрать. Пока не настала ночь. Еще в когти достаются Маутен Кингу. Варя получает цирклет с этой точки. И, собственно, идет искать. Искать крепящий экспант Хумана. Хотя она видела только что Арчой, что там был МК. Ну, мало ли, вдруг это фаст нычка. Варя проверила это место. Вдруг там Маутен Кинг поставил фаст экспант. Ну, нет, это будет поздний экспант через пять футменов, через четыре фермы. Но экспант будет. Это понятно. Слишком много рабов на Мэйни у Хумана. Маутен Кинг тем временем берет сапоги и просветочку. Отличный ответ на Варю. Вообще Маутен Кинг это герой, который контрит Варю. Поскольку через болт ее довольно легко оглушать. Ну, соответственно, и охлаждать. Правда, у Варденки есть блинг, который может контрить молотки. Но это уже совсем другая история. Блинг Варденки тоже пофиксили. Маутен Кинг изменили Близзарды. Добавили ему клапан. Я, может быть, и сделал бы обзор на новый патч, но я уже посмотрел, что расстарались и Хавка, и Фоги, и Пух, и Граби. То есть, незачем переливать из пустого в порожнее. Варя получает второй левел на Харасе. Получает также молоток. Но с вторым левелом она может качнуть Блинг и, собственно говоря, упрыгать. Скорее всего, не прокачала она еще второй скил. У нее нож и, да, Блинг она выкачивает и уходит из-под прессинга. Очень здорово инфи приходит с Харасом, потому что Хантрес очки. Так, кому же достается? По-моему, достается Маутен Кинг. Да, Маутен Кинг достается Экспа. И, к несчастью, дабл сапог выпадает из этой точки. Но очень много рабочих перебили Хантрески. То есть Харас крайне удачно. Тут уже подбегают свежие менты. Маутен Кинг довольно много дэмэджа получил. Но Варя нажимает ТП, и Маутен Кинг дотикает нож или нет? Вот в чем вопрос. Остаются считанные ХП у МК. И кажется, он выживает. Хантрески пытаются добить Гнома довольно быстро. И вот уж действительно реализуют они определение охотницы. Охотятся. Гном заворачивает за поворот и бежит прямо в объятия. А в Орденке Варя понимает, где МК. Два сапога не помогает МК бегать быстрее. А Варя без сапог совсем. Поспешил Хуман, конечно, здесь с покупкой этого девайса в магазе. Но зато каждая нога в тепле. Выкупает срочно мерка для того, чтобы выхиливать МК. Джове очень грамотно поступает. Хорошее знание карты. Ну и Эльф планирует совершенно не дать Хуману здесь развернуться с Экспандом. Много футменов, но они все гибнут от Хантрес. Все-таки Хантресы более толстые. Никакого бонуса у футменов по Хантам нет. Ну и у Хантрес по футменам тоже нет, справедливости ради. Тут подрезают, кстати, жреца, который успел выкилить МК совсем ненадного. Ну, проблемы, конечно, здесь большие. Ой, Баш пропирает, а вот это опасно. Нож и Варя должна уйти на блинке минус МК. Третий левел. Нет, МК на телепорте. Но, кажется, должен дотикать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Должен дотикать. Яд от ножа. И что, МК? Ну, кажется, живой. Спасибо, что живой. Но многие пишут, что ГГ, потому что у Хумана прям не задалось началов. Эльф не стал нажимать Тир-2. Он просто замасил Хантрес. И помешал Хуману. Кстати, вот Хантрес – это отличный ответ, в свою очередь, на Маутен Кинга. И его футменов. То есть, подмасил Хантрес и остался на Тир-1 для того, чтобы тоже сыграть в макро. Эльф, но Хумана он оставил далеко позади, где-то там, в каменном веке, поскольку он очень много рабочих потерял. Экономика минус. Варя третья. Сейчас скрипится нычка. И эльф там, видите, под шумок сторожевые древа штампует. Ну и не будет нычки, собственно говоря. Отменив нычку, эльф своевременно решил сам перейти в макроигру. А вот как отреагирует Хуман? Ну, по идее, нужно сжать Тир-2, наверное. Все-таки уже война. Во-первых, при таком количестве Хантреста вряд ли поставишь экспант без вышек. Очень много футменов. Во-вторых, лесоруб. И приходит, ой, как неприятно, приходит инфи. Тут же нож в Маунтен Кинга. Маунтен Кинг получает третий левел. Это должно ему помочь пережить нож. Но ТП-то нет. Да, дотикивают. Нож дирижабль слишком поздний. Видимо, не было леса у Хумана на него. Очень много он сорвал рабочих. Ой, у МК был Анг. Божь ты мой. Вот это проперло. С дропом-то, да? Ну, тогда еще не все закончено для GV, но эльф уже настолько оборзел, что спокойненько запускает тэч. Ну, а у Хумана нет ни Тир-2, ни Экспанда. И пока он не построит, не знаю, Архимага с элемами. Ну, скорее даже с кастерами. Кастеры, пока не появятся рифлы. С хантрессами пообщаться будет совершенно невозможно. Взял блинг, судя по всему. Там четвертая Варя получилась. Войска вступили в бой. Но МК не умер. Так, какого левела Варя? Вот видели, там оповещение автоматическое стоит, что взял блинг. Но не на пятый, четвертого, конечно. Варя там уже стремится к пятому левелу, а там дальше будет и шестой. Я не сомневаюсь, что эльф будет играть в соло Варден. Сейчас он поставит Экспанд, который Хуман должен как-то отменять и харасить. Иначе у эльфа будет огромное преимущество по деньгам. Он сможет тогда... Сможет тогда, собственно, быстрее гораздо наштамповать мощный Кир-3 линит, чем Хуман. Вот что хочется сказать. Единственная проблема, это битые хантрессы, которых днем лечить негде. Колодцы пустые. Практически все нужны свитки. Ну и надо... Пока в медведей переходить невозможно, поскольку Тир-2 еще не закончен. Но вот коты пока бегают, пока бегают, пытаются как-то доминировать над Хуманом. В этот момент, конечно, коты намного сильнее. Здесь хоть клапка чай, МК вместо Баша, чтобы котов стомпать. Ну и не стомпать, а клапать, конечно. Останавливать, замедлять, а у ЕДМ что носить, что дыхана нету с Моноберном. Ой, Дирижабль встрял, выкупил двух мирков. Ты куда? Ты куда? Джива немножко недоконтроливает. А здесь еще и староживые деревья. У футманов, судя по всему, дефенс и не планировался. Ну, я не знаю. Хуман просто в отстойнейшей ситуации. Два резака. Так, это что-то интересное. Судя по всему, Хуман сейчас пойдет в ол-ин. Просто в ол-ин. Он понимает, что в гонке экономической он проиграл. В гонке технологической он проиграл. То есть ему вообще ничего не остается, кроме как заолынить в эльфа и атаковать его с резаками. Свиточек вовремя читает на хантресс. И инфи больше свитков нет. У Хумана есть, кстати, массовый скролл в хилинг. Ну, в смысле, эти хилка. Хилинвард. Господи, забыл, как называется эта фигня. Минус еще несколько хантресс. Резаки начинают вгружать хантрессом неплохой дэмэдж. Два резака у Хумана. Болт еще в хантресс, куда там МК может стать пятого левела. Выкупает срочно свитки инфи. Но хантресс остается решительно мало. Фонтан в автокарте нет. Но нычка начинает работать уже у эльфа. И там тир-2. Все, что нужно эльфу, это дожить до... Дожить до триад медведей. Ну, мишка хотя бы с режимом должен появиться в армии, иначе никак не законтрить битых хантресс. А лучше несколько мишек с режимом. Ну, и как-то на дриадах контролить. Надо посмотреть, что там заказывает старина инфи. Но неожиданно, конечно, ход от Хумана с резаками прям внезапный. Так, персоналочка от Вари. Там как бы молоточек не получить. Там уже почти пятый Маутелькинг. Я прям ощущаю, что он приближается к своему левел-5. Вот он, молоточек пошел. У Вари есть блинг. Ой, баш еще пропирает сверху. Как неприятно. Рабочий там Хуман будет застраивать. И, судя по всему, застроит эльфа. Какой оказался изворотливый, изощренный этот JW. Он просто пошел в улын. И, кажется, этот улын прокатывает. Вот это точно пятого левела Маутелькинг. Молоток третий сейчас. И Варя бежит подальше с хантрессами. Эльф понимает, что против лома нет приема. Третий резак появляется у Хумана в армии. Три резака. И, в общем, Маутелькинг, знаете, как маленький олигарх со своими громилами-охранниками. Разносит здесь все в пух и прах. Резаки очень жестко ДПСят по хантрессам. И все. И что делать? Господи. Ну, эльф, безусловно, имеет ауты определенные. Во-первых, у него работает нычка. Во-вторых, может ставить здание по всей карте. Но мейн, он, кажется, теряет. Но ему нужно сейчас срочно масить Дриада Медведей, пока есть возможность заказывать как можно больше. Может быть там... Ой, 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 блинг! Инвул, нож, болт. И сейчас убьет сверху. Да, умирает Варденко. Маутен Кинг. Ядтикает еще. Пока остается совсем немного ХП. Подходят первые Дриады. Маутен Кинг битвы. Но у него есть ТП. Он почти шестого левела. Но соло-герои довольно быстро набирают, конечно, на этих всех разменах. Эльф хотя бы заставил ценой жизни Варе Маутен Кинга. Я так понимаю, да, это была Варденко из Таверны. Я только хотел сказать, что ресурсов у Эльфа довольно много. Мичка работает, поэтому деньги на Варе должны найтись. Маутен Кинг! Господи, я думал, Таваря умерла, честно. Поэтому подкрикнул немножечко. Да! Шестого левела Маутен Кинг молотком Хантрессу. Хантресса не знала, что столько неудобств доставит своей армии этой смертью. Хантресса практически предательница. Она не должна была умирать. Потому что МК-6 в Аватаре он спелл имьюн. И он начинает раздавать направо и налево. У него повышается вся статистика. Там количество ХП и все остальное. И он просто один развалит, наверное, этих Хантресс несчастных. Вот баш по Дриаде проходит. МК уходит. Мана есть ли у него? Мана вроде есть у него на Аватар. Тир-3 запускает инфи. Он понимает, что Хуман сейчас придет. И нужно как можно дольше оттянуть время. Продержать его на базе. Для того, чтобы Тир-3 успел завершиться. И качнуть медведям, естественно, все грейды. Еще один инвульчик. В нож. МК. Почему не нажимает Аватар? Я не знаю. Но уже мана нет. Ну, купить банку маны Хуману, я думаю. Ну, возможно, Эльф будет ждать этого Аватара, чтобы потом просто уйти. Вынимаете? Хитрый инфи. Просто разводит Маунтан Кинга на ультимейт. Но Тир-3 доставляет. Безусловно. Зачем строить каких-то юнитов своих? Если есть Тир-3, Заки. Жесть какая-то творится. Так, что купит Варденко? Два свитка у нее есть. Покупает еще свиток скроллов. Ой, ой, и тут подрывнички пошли. Очень грамотный мув. Великолепно работает JW. Сколько золота у Эльфа? Ну, я думаю, он должен сразу закладывать еще один экспант. Ну, а Хуман оставив... На город напали. Пока я хотел сказать, оставив Эльфа без инкама. Но нычка этот мейн-то работает. Посмотрите, как живо резаки расправляются с колодцами. Пытается подраться Эльф с тремя резаками. Сюда бы еще рабочих. Опа! И нож получился в аватар. То есть, соответственно, не подействовал Эльфийский нож в упор. Великолепно. Маутен Кинг в аватаре. Там Варя тоже скоро будет... Войска вступили в бой. Шестого левела. А это значит, появится дух возмездия. Ну и понеслась. Отводим резака. Бьем Хантресс. Маутен Кинг. Здоровый. Жуткий. Там как бы болт не схватить. Баш. Ему плевать, кого убивать. Дриады. Хантресс. Одного резака, кстати, подрезал Эльф. Очень битое все у инфи. Маутен Кинг, несмотря на форму, тоже начинает немножко терпеть. Но он, напоминаю, спел и мюн, поэтому просто уходит. Здесь еще два подрывника от Хумана. Минус два резака, но кажется, сейчас будет минус мейн. Три подрывника. Да, это будет минус мейн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А грейды на медведей делаются. Сколько грейдов на мишек? Но здесь вообще ничто не помешает уничтожить. Мейн срывает весь виспов инфи, но они не успевают. Очень важный момент. Какие грейды успел сделать Эльф? Ну, на Ультравижн понятно. На Мунвейлы сделал грейд. Это понятно. А что еще? Успел ли сделать грейд на лапку медведям? Потому что ему очень нужен реджуф. Прям катастрофически нужен реджуф. Эльф остается вообще без инкамо временно. Надо понять, сколько у него денег. Было бы тоже неплохо. Белив пишет, что игра, кажется, заканчивается. Но мы успели уже вместе с комментаторами и обсерверами похоронить Хумана. А теперь хороним Эльфа. Мне кажется, рановато. Варя. Нож в МК, еще один лесоруб. В общем, Хуман вообще не строит никакую армию, не делает никаких грейдов. Он работает на наемников, на легионеров. Поставил на гастарбайтеров. И не прогадал пока. Да, Варя добивает футмена, почти шестая. Ну, шестая Варя, конечно, поможет, безусловно, поскольку дух возмездия, он дух отмщения, или как его там правильно называть, он начнет поднимать неуязвимых юнитов. И, например, Хараси, тех же самых рабочих на мэне. Тут две вышечки. Да, ну и, кстати, рудники тоже скоро закончатся. У Эльфа, наконец, мы видим, что 31 голд в казне, 31 золотая монета, больше ничего нет, блин. Да, 1570 скоро рудник закончится. То есть Эльф сейчас вообще, в принципе, без инкамост сидит. Сидит и кукует. Но инкам этот закончится и у Хумана. То есть, когда закончится рудник, как ставить нычку, непонятно. Так. Извисп на обсерваторию. Пошел у Эльфа золотовалютный фонд пополняться. Еще два люса руба. Горнокороль с фулманой, боже, это будет жутко. С фулманой, с дирижаблем. Он может, он умеет. Полтора ка голды в руднике. Но я не знаю. Хуман все тратит на язаков и на подрывников. Поэтому вряд ли у него денег... Нужно как-то урвать деньги на постановку нычки. Но проблема этой карты в том, что нычки всего две. Эльф ее контролит. Вот еще два подрывника. Идем взрывать. Отвлекаем в это время Эльфа. Великолепно Хуман навязал Эльфу нестандартную игру. И пошел в ультра форме. Маутен Кинг. Снова в голову дриадис. Кувалды тут подбегают. Естественно, подрывники. И снова минус. Минус Мунвелл. Минус Мейн. И снова у Эльфа. Ну сколько денег? Там опять мало. Очень мало в казне. Маутен Кинг. Очередной молоток в хантрессу. Этой дриадис. Ну как-то не контроль. Шинфия очень поздно. Ой-ой-ой-ой. А вот сейчас можно экспанд как-нибудь поставить. И Варденко до сих пор никого не убила. 200 голды у Эльфа. Леса довольно много. Но голды мало. У Хумана есть. Есть сейчас ресурсы на постановку экспанда. Болт по Варе. Очень важные моменты сейчас нам показывают. Поскольку сейчас все будет решаться. Потому что рудник закончится. И дальше. Ох. А что будет дальше трудно представить. Но Инфи пока не держит удар против Маутен Кинга. Он каждый раз вынужден бежать. И всю армию терять на аватаре. Тем не менее. Варя шестая. Когда шестой левел получит. Дух возмездия. Он тоже не даст Хуману спокойной жизни на экспанде. Минус Мунвелл полный. Молоток отлично. Варя не контролит молоток блинком. Должна выдуть Мунвелл. Инвул в нож. Он начал контролить как бог практически. Варю просто не пускают к последнему Мунвеллу отожраться. И начинает этот Мунвелл развальцовывать лесорубы. Да. Можно пару рабочих взять для того, чтобы чинить резаков. Так. Дириж бомбель. И полетели проверять мейн. Да. Все правильно. Развернулись. Респов можно порезать. Очень жесткая атака. И по модуле. И по АДПС у резаков конечно. По-моему Фортифайт Армор. Ой. Седьмой левел. Но седьмой уже не так сильно решает безусловно. Я думаю это будет третий баш скорее всего. А это означает, что Варя может получить в голову нокдауна панча хорошего в любой момент. Стоят двое в инвизе. Отдыхают. Общаются в мире духов друг с другом. У инфи нет голды. Просветочка. Инвул. Нож в МК. МК в дирижабль. Какой контроль великолепный. Варденко ублинкивается. Понимает, что сейчас у МК отрегенится болт. И можно и пропустить его. Не успеть заблинкаться. Хантреса пытается уйти. Снова работает мейн у эльфа. Но Хуман резаками продолжает вырезать колодец. За колодцем. У него, я думаю, что уже закончился рудник. Скорее всего закончился. Полтора к голды. Вот да. Там показывают, что рудника уже нет. Внизу на мини-карте. Хуман просто улынет. Он купил все, что можно. И будет держаться на герое. Будет держаться на герое. Рудника нет. Таскает лес. А нет. Он сейчас таскает лес на постановку. Экспанд Хуман еще может поставить. Никакого улына. Сейчас подчинит немножко резаков. А что эльф? А что эльф? У эльфа... Эльф 85 раз потерял экспанды. У него нет ни одного медведя в армии. Ну, я не знаю. Просто медведи тоже этот болт не переживут. Третий. То есть, один медведь точно не спасет. Вот если бы было там 5-6 медведей, да, тогда можно играть. Потому что есть рыки, есть реджуф и так далее. И заметьте, до сих пор не шестая. Вот сейчас на рабочем паре получают шестой левел. И здесь все может поменяться. Ребята, мы стремительно несемся к развязке. Шестая варденка против почти восьмого Маутен Кинга. Но... Нет, с почти восьмым я погорячился, конечно. Тир-2 запустил инфи. Но он без реджуфа вообще никак не может сражаться. Ему нужен этот, чертов, реджуф. Четыре резака. И Хуман, кажется, никаких экспандов не будет. Он просто потратил все на починку и покупку финальной толпы резаков. Понимает, что у эльфа тоже не должно быть все хорошо. Касать голды там на мейн руднике, на экспэншене ничего нет. Дух Возмездия пошел воевать. Ну, сейчас поднимет первую лучницу. Давай. И этой арчой можно бежать, убивать, например, вражеских рабочих на... На мейню Хумана. Или все-таки нычка. Вот в чем вопрос. Так, Хуман с четырьмя резаками. Четыре железных дровосека. Направляются навестить Гудвина. Здесь мы прибежали, увидели деревья войны. Ну, в смысле, торживые дерева. А Овы поняли, что нычку не поставить. Оббегать надо как-то очень неудобно. Грамотно эльф влепил там и не увел Овы. Ох, развязочка близка. Маловато ХП у МК, но его снова отпустило. То есть, Аватар от кулдаунился. И он снова сможет с четырьмя резаками, например, пробрить эльфу мейн. У эльфа зданий на карте побольше. Они разбросаны в разных местах. Так, в резаков начинается атака. Ну и понеслась. Может быть, убить просто этот дух возмездия, я думаю. Может, даже через болт. Потому что тогда исчезнут все эти арчи дополнительные. Они и так исчезают. А новых неоткуда. Посмотрите, опять новую где-то вылупилась из инкубатора. Ультраформа, баш по духу возмездия. Все правильно. Она болтом его остудить. А он может быть с ПЛМ юный. Поэтому МК не может его бросить. Я думаю, бросил бы так. По-моему, должен быть с ПЛМ юным. Вот, вылечиваемся в колодцах. Ну и все. Хуман приходит с прощальным приветом. Четыре резака. Чья ульта сильнее? Но тут еще рюкзаки, конечно, вписались за Хумана. Да нечестно. Немножечко. Как живо нарезаются колодцы. Резаки полностью фуловые. Начинают сражаться с Саоом. Там дирижбомбили можно поконтролить. Но все-таки арчи и персовые могут дирижбомбили убить. Ой, какой долгий болт. Ну почему ты блинком его не контролишь? Войска вступили в бой. Непонятно. Так, один рюкзак уже продамажили. Первый дровосек уже заржавел. Рюкзак! Вот ты же был мне как брат. Над лесом рванули. Рюкзак с дровосеком. Еще один дровосек уже почти дышит на ладан. Ему срочно нужна автомастерская. Минус еще один рюкзак. А нычка у эльфа тоже закончила свою работу производственную. Остались виспы. И МК очень битый. Болт отпускает его форма. Не на чему лететь. Он сейчас умрет. Умирает Маутен Кинг. И все-таки ГГ пишет. Гигабайт ГН. Он же ГВ. Инфи одерживает победу. Это была Дотка, друзья. Дотка на канале ТНТ. Никаких юнитов. Никаких армий. Только герои прокаченные. Один на один. Ну и плюс вписавшиеся внезапно за Маутен Кинга гастарбайтеры. Из какой-то, видимо, лесистой части местности этой карты. Отличная игра. Развязка. Вы знаете, Макдойлю кончится по-другому. Хочется задать философский вопрос под конец. Мог ли выиграть Хуман? Ну, во-первых, эльф очень грамотно с торожевыми деревами. Законтрил возможный внезапный экспант. Это было очень круто сделано. То есть он Хуману не оставил никаких аутов. Нужно было, наверное, бежать резаками. Все-таки сносить эти деревья. И как-то рассчитывать на экспант. Потому что иначе у Хумана вообще никаких аутов не было. У эльфа был еще доступ к нычке. Не уверен, что у него хватало голды, чтобы посадить. Ну, хотя эльфы это макрораса. Им плевать. Они могут сажать новые нычки, даже если у них вообще нет золота. Не знаю, откуда они берутся у них. Ну, вверх перетопать могла. Магла береза, которая была мейном. Безусловно, у эльфа, наверное, шансов было больше на победу в развязке. Из-за лучшего макро. Ну, а Варя должна блинком контрить молотки. В общем, у Хумана были рюкзаки. Ну, вы поняли. У Хумана было 4 бензопилы дружба. И он попытался заулынить под конец. Хотя, наверное, нужно было затягивать и ставить экспант. Может быть, в этом была его ошибка. В любом случае, игра была достойная. Игроки показали отличное шоу. Ну, и надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Подписывайтесь на ресурс ВКонтакте. У нас есть группа Best Replace. Там у нас есть зал славы, куда размещаются все, кто когда-либо поддерживал нашу рубрику. И топ-5 самых щедрых донатеров прямо сейчас на вашем экране. Смотрите Warcraft. Посещайте сайт goodgame.ru. Тем более, что с новым патчем от Blizzard. Думаю, что Warcraft будет куда интереснее. С точки зрения турнирной практики возродятся какие-то старые стратегии. Придумают новые. Самое главное, мне кажется, что это только первая часть новостей от Blizzard. Относительно Warcraft. Мне кажется, главную бомбу они приберегли на более позднее время. Но вот-вот ее уже нам предъявят. Но это лишь мои догадки. Как она будет на практике, увидим совсем скоро. С вами был Банни Вурс от goodgame.ru. До новых встреч. Пока.